Вопрос этот задается периодически, в том числе и президенту Путину. Мы подтверждаем уже в который раз, не один десяток раз, наверное, этот вопрос звучал, что Россия никогда от переговоров не отказывалась. Пример тому, стамбульские договоренности апреля 2022 года, которые, как признался главный украинский переговорщик, глава фракции «Слуги народа» Верховной Раде Арахамия, Борис Джонсон, приехав в Киев, запретил режим Музелинского выполнять и сказал, воюйте дальше. И с тех пор никаких серьезных обращений к нам по поводу переговоров не было. Серьезных я имею в виду предложений, которые реально нацелены на обеспечение законных интересов, вовлеченных сторон. Мы видим недостаток доброй воли с той стороны, даже не столько доброй воли, видим недостаток понимания происходящего с той стороны. И видим желание с той стороны по-прежнему добиваться поражения России на поле боя. Чего стоят последние заявления Остина, главы Пентагона США, о том, что в случае поражения Украины, НАТО будет вынуждено выступить против России. Заявление Макрона о возможности направить сухопутные войска на территорию Украины. Фактов о том, что Запад ведет дело к военному решению, предостаточно. Несмотря на то, что еще больше фактов показывают полную провальность и тупиковость такого курса. Но они вот с упорством, достойным лучшего применения, продолжают вести свою милитаристскую линию. Лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен. Были, если у кого-то сомнения, вот за последние пару месяцев много было аналитических материалов, что вроде бы начинают понимать бессмысленность, бесперспективность и пагубность продолжения науськивания Украины на военные действия. Но вот последние заявления и Макрона, и Остина, да и вот разговор немецких генералов, все-таки говорят о том, что партия войны не хочет никак изменять свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя. Мы не сильно полагаемся на швейцарские услуги. Швейцария традиционно была местом проведения и страной, которая всячески помогала достигать компромиссов, договоренности на переговорах благодаря своему нейтралитету. Нейтралитет она давно утратила. Ну, что касается Финляндии и Швеции, конечно, было удивительно видеть, с какой скоростью они поменяли свой нейтралитет, который долгие десятилетия служил им весьма верно, обеспечивал им репутацию в современном мире на присоединение к НАТОвскому блоку, причем на стадии, когда НАТО заняло откровенно агрессивную, враждебную позицию против Российской Федерации. Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом. Вывод, который мы будем делать для нашей безопасности, заключается в том, что у нас уже принято организационное решение, создан Московский военный округ, Ленинградский военный округ, там будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем угрозам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции. Американцы тут где-то заявили устами кого-то из своих официальных представителей, что в ответ на вопрос, может ли Россия помочь нормализовать ситуацию, они заявили, что Россия не может эффективно заниматься содействием ближневосточному регулированию, у нее нет таких возможностей. Ну, что наводит опять на вопрос, а американцы-то эффективно, когда чем занимались на Ближнем Востоке, включая палестино-израильские отношения и вообще арабо-израильские отношения.